Здравствуйте, друзья! И опять мы вместе, и опять в моем саду. Хотя часть дерева уже видели, но не все. А каждое дерево имеет родословное, причем не настолько удивительное, это родословное. И вспомните мой персик-касанский, который начался вот с такого вот черенка. А теперь триумфальные шаги по всей России, от Сахарина до Калининграда. Вот. Ну, стоит ли продолжать этот разговор? Я не буду сейчас рассказывать, откуда оно взялось. Сразу отрицаю. 1-2 сорта от ученых. А здесь у меня их несколько сотен. Их сортами уже нельзя назвать. Вот, пожалуйста, перед вами королевский абрикос. Он так назывался в веточках, которые я привил на Манчжуеве. Видите, она изуродована вся. И мало того, что она вся изуродована, я еще и продолжаю уродовать. Видите, что с нее взяты, с королевского черенки. Или подойти поближе. Но я пока сижу. Почему? Ну, не могут. Но на здоровье не жалуюсь. Как говорит этот самый Рябинович, не дождетесь. И вдруг меня пытаются лечить, пытаются давать советы. Последний был такой категоричный. Я вылечил тысячи людей. Так. Я и вас вылечу. Так. Значит, я не стал особо распространяться правильно. Ну, есть кое-что. Операции позади. И вдруг он мне заявляет. Сейчас поймете, к чему я говорю. Валерий Константинович. Так. Первое. Чем бы вы ни болели, отказывайтесь от мяса и молока. Я говорю, что? Что это ради? Я не собираюсь отказываться. Но вам надо. Вы хотите долго жить. Я говорю, не, не хочу. Почему? Я говорю, я знаю, когда я помру. Год знаю. Месяц не знаю. Но год знаю. Вот. И все равно через это не перепрыгнуть. Почему? Он спрашивает меня. Я говорю, генетика. Вот. Наследственность родителей. Вот. И прочее, прочее. Я приеду, я вас заставлю. Вот. Я говорю, не приедете, не заставите. Я отказываюсь с вами встречаться. Вот. Потому что уже одного вылечили. Латинкова. Хватит. Я последний, кто из нашей тройки. Латинкова, Боднар, Железов. Вот. Значит, надо держаться и за троих работать. Вот она моя работа. А. Еще вспомню, знаете что? Это когда принимали в партию грузина, требовали, чтобы он отказался от вина, от сигарет, от женщин. И когда сказали, согласен отдать жизнь за родину, он сказал, согласен. Почему? Потому что зачем мне такая жизнь? Так что, извините, уважаемый целитель. Вот. Наверное, услышите эти слова. Не обижайтесь. Вы сами сказали, что вы смотрите мои вебинары. Вот. А значит, и это, может, увидите. Это фильм скоро, через день-два, попадет ко мне на канал под названием Садоводство по Железову. Итак, начинаем обход. Разусловно, не будет. Будет обстановка на данный момент. И что с этим делать? Заранее я Железов, который уже несколько сотен деревьев обрезал. Вот видите, следы обрезки. Следы обрезки уже обрезал. Выражаю свое сожалению, что с любого центрального канала, который имеет хотя бы чуть-чуть тематику, хоть с краешку садоводства, должна была приехать съемочная группа и ходить за мной. Ходить, ходить. И я бы прокомментировал, отрезая несколько сотен веток. Вот. Еще раз пару слов. Смотрите. Выпускайте с этими резюками. Наши с моим братом Железовым Юрием заклятые враги. Нет. Не так говорят. Заклятые друзья. Вот. Значит, обвинили меня в том, что я сам режу, а другим запрещаю резать. Вот. Или советую не резать. Ругаю за то, что режут. Вот. Но мы проходили все. Мы проходили уже мой постулат. Чем больше режешь, тем сильнее режешь, больше режешь. Тем сильнее загущение, а не осветление. Я этим пользуюсь, потому что мне нужно иметь черенки. Внимание. Вот я почему здесь остановился? Да потому что тут лавочка. Я на ней сидел. Вот. А то молоко не пеем, мясо не ешь. Вот. Видите? Вот эти веточки были взяты на черенки. Вот. Дерево я это добью. Добью. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Видите, сколько отрезано. Здесь отрезано, там отрезано. Это сам принцип. Вот отрезано. Еще дадут ветки. Еще год, два, три. А дальше хана. Видите? Но начинается учеба. Почему я укоротил? Ну, укоротил скорее так же с практической точки зрения. Но не отрезал волшки. Волшки прокляты официальной наукой. Вот. Их ненависть перешла в широкие народные массы. Вот. Поэтому дерево, которое пытается вырастить себе замену в виде новой кроны, будущее изувечено. Да, не скрываю, увечил. Сколько я тут срезал черенков? За все годы может быть триста. Многовато. Вот по такому же принципу. И вот, значит, запоминайте. В данном случае, хотя прививаю крайне низко, я вам покажу случай, когда прививки у меня фактически на самый, на уровне земли. Вот здесь ориентировочно. Вот эти побеги, да, они светлее, но это моложе. Вот здесь чуть темнее, потому что постарше. Вот там еще темнее. И я, железо, понятия не имею, что вылезло. Или от подвоя, допустим, прививка чуть выше вот этой веточки. Или вот это уже точно культурное. Почему? Потому что я так высоко не привая. Это мой, один из моих открытых законов. Чем ниже, тем лучше. Вот, только я уже не буду сейчас формулировать официально. Поняли, да? и главное, неважно, вылезла ветка с подвоя, она неприкосновенна. Вылезла ветка выше прививки, с привоя, она неприкосновенна. Эти ветки несут, кроме того, что они заплодоносят, куда они денутся, они несут вторую функцию. Они кормят корни. Это святое. Это навсегда. Это должно войти во все учебники. Чтобы вот это проклятые нижние скелетные ветки, проклятые и уничтоженные в виде миллионов, нет, миллиардов. Чтобы этого больше не повторялось. Но никак, никак, никак не могу. 20 лет войны. Вот. В лучшем случае виска крутят. Вот. Крупнейший садовод России и Сибири назвал меня с трибуны съезда садовода в России шаманом. Вот. Этот самый фамилию не называю, потому что на том свете. А второй с этого Татарстана еще хлеще. А третий с этого, ой, как сейчас вспомнить, есть аккуратные, очень вежливые ученые, которые дают понять, что ты молодец, Железо, у тебя это, неплохой сад, кстати, он лучший в России. Но, ну, это самое, все равно ты не прав. Ну, почему не прав, если он лучше в России. Как вот это мерить? Не могут они до конца осознать. Ну, что, смотрим. Вот она, обрезка. Вот. Посмотрите, как я резал. Внимание. Видите? Итак, задача, чтобы из этих пеньков выросли, отрезая одну ветку, я должен получить 3-4 взамен. И так, пока дерево не станет вот таким же несчастным, как вот то. Помните? Ладно, идем дальше. Сейчас мы с вами все секреты раскроем. Так, 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 так. Вот что интересно, здесь бирка. Был такой сумасшедший урожайся, вот, а у меня одна ветка свешивается вон туда. Вот. Сюда, видите, на улицу. Целое ведро, а у меня же фотографию показывал, я же не холдурщик, вот, а на ней висело целое ведро только вот на том, на той веточке. Отборных красно-желтых слив китай. К ним двойственные отношения. С одной стороны, раз они не привиты, не могу убедить, что они культурные, что они сто лет, тысячу лет, миллион лет вырастали, допустим, из косточки и не дичали. Тем более, что большая часть их последние годы, десятилетия выращиваются из этих, а я показывал в предыдущем фильме, вспоминаем, вон там я показывал кино, вот это тоже мой участок, вот я показывал кино, вон она тоже красно-желтая слива, а под ней, от нее пошли отводки, отводки, которые корневые, я называю частью дерева, здесь их нет, потому что все под косу, они никого не интересуют, я поэтому их не продаю. И вот, возможно, это из косточки, возможно, из отводка, но факт налицо. А теперь смотрите, я и его тоже обрезал, и продавал эти веточки, вот видите, 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 почему? Да потому, что их таких мало, я, наверное, продал не больше десятка, включая еще ее сестру красно-синюю, включая сестру тоже китайка красно-фиолетовую или синий-фиолетовый, в общем, название условное. И вот они годятся только тем, кто хочет быстро вырастить, получить семена из них, потому что из этих семен получается вот уже вон привитые, ну отсюда не пойду туда, потому что по плану я иду в другую сторону. Вон они привитые, вон кубанская комета, вон этот самый сувенир Востока, видите, на красно-синий, вот. А всего таких веточек у меня купили, сегодня же тема продолжения, тема обрезка в основном, у меня купили вот их чуть-чуть, ну и десяток, вот. Это будущие селекционеры. Так, идем дальше, пойдем по кругу. Итак, шикарнейшее бывшее дерево, оно и сейчас еще живо, но бесконечными обрезками на этих самых, на черенки, я его довел до инвалидности полной. Оно начало загибаться. Вот это пока долго не плодоносила, вот эта ветка, да, вот видите, Евразия 21, вот, пока она долго не плодоносила, я с ней ветки не брал, черт знает, что мне прислали. А когда заплодоносила, она уже была вот такая большая и стала доминировать. а с этой резал, 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 вот с этой вот сувенир Востока и довел до такого состояния. А в других фильмах я показывал такие урожайшие, а вспоминаем фильмы, где за мной ходит толпа этих самых учеников со всей России под названием «Семинары железового саду». Вот это, пожалуйста, теперь получается, что больше ей не возродится. Вот, вот видите, она уже дает совсем маленький прирост, они уже не годятся на прививку. Вот они. Все, я это перевел в разряд инвалидов. В прошлом году дала всего пол ведерка косточек, то есть этих плодов с косточками. Ну, правда, крупные, отборные. Тоже измельчали плоды 50-60 грамм, а были когда-то 80. Идем дальше. Мне для этого понадобится на неделю уж так ходить с сильно большой участок. Вот. Значит, особое дерево, оно у меня на испытании, потому что я провел серию в Ливане, и это называю инфицирование. Когда-то, надеюсь, в науке нет такого термина инфицирования. У меня есть. Прививку сделал, а дальше не важно, живая или померла через год-два-три. А меняется характеристика основного дерева. Пока оно у меня самое засекреченное, потому что у меня то ли случайно, то ли не случайно, первый урожай был чисто белого цвета венгерки, чего не может быть никогда. догадаюсь, почему. А предпоследний год? А последний год оно не стало плодоносить. Я в шоке. Мне еще год прожить надо, убедиться в этом году, что они белые. Или вернут свое большие качества. Это нельзя же. Меня обозвали шаманом, а мои сорта обозвали химерами. Слово химера в данном случае имеет оскорбительный смысл. когда мне говорили, что у вас химера. Так. Это дар небес. Один дар небес жил-жил-жил, полностью поменял свои плоды, поменял, то есть, изменились до неузнаваемости. Второе поколение, вот оно. Мне нужен еще один урожай, плоды продолжают меняться. Вот. Потому что привит дар небес на мазурский абрикос. Так. И пока про него скажу, что это все. Тот же самый принцип. Вот я не знаю, смотрите. Вот. Я не знаю. Мне не так. Я оговорился. Никто не знает практически во всей России. Если дерево получилось страшное, морозобойно, вот оно. Страшнейшее. Ниже пошли ветки, их нельзя трогать, будущее кроны. Еще один пример. Еще один. Нет. Вот эту рану начнут калечить, ее всю вырежут. Она давно уже залечилась сама. Их нельзя трогать. Ребята, на всю жизнь запомните. Вот смотрите, как выглядит с этой стороны. Как совершенно здоровое дерево. Рана была заживлена. Видите? Вот это. Запоминайте, когда вот этот свет чуть посветлее. Видите? Заживлена, да? Ниже, на всякий случай, выбросило побеги, которые никогда не умрут. А что им умирать-то? На них нет морозобойно. И все. А представьте себе, что вот здесь заставили бы вас вырезать, вырезать. потом, потом, как это называют, сейчас скажу, когда, 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 даже термин-то чистый, он какой-то, протравить требуется. Потом, ой, боже, потом бегать в соседние, как одна ездила в соседнее село, в коровник, дерьма набрать. потому что надо дерьмом замазать. И это говорят современные авторы, причем, кандидаты наук, это как минимум. Вот, а я говорю, не подходите. Она давно залечила, но, раз она выбросила побеги, вот они, ниже, ниже, эти побеги трогать нельзя. то, что вы называете по вертикально, вы бы назвали волшками. Вот с этим деревом разобрались, и будет оно плодоносить еще сто лет. А почему? Скажите, может ли при такой страшной ране, вот еще раз, я с этой стороны встал, дикая, казалось бы, страшная, смертельная, а абсолютно безобидная, учитывая огромные способности дерева к восстановлению. У него страшный мощный иммунитет, у него вот там ниже прививка, это и есть манжурский абрикос. Его, как говорится, это, самое, как бы, такое слово, его топор не берет, сруби его полностью, оно все равно вылезет из земли. Доказательства, внимание, рану видели, еще раз говорю, она полностью залечена, не подходить, руки прочь, руки прочь, руки прочь, не выдумайте всю эту херню, сто лет вас случат дерьмом, расковырять рану и дерьмом мазать. Внимание, наверх смотрим. Шапки прочь, сейчас шапка упадет, шапки прочь, в лесу поют дрозды. Вы видите эти побеги? Видели? Метр полтора, видели? А тут даже два, по-моему. Да, где-то метр восемь, два. Вы что думаете, при этой страшной ране, смертельной, которая, казалось бы, все дерево это захватило. Могут быть такие побеги. Это абсолютно стопроцентное здоровое дерево. Точно так же, как у меня позади четыре операции, а я вот хожу 72 года. Понимаете? Дальше. еще отойдем, посмотрим со стороны. А теперь скажите, как случилось, что, я потом еще одно дерево сейчас покажу, что вот эти ветки никому не нужны. Ну, нету этих деревьев, этих сортов, тысячей клонов в научных садах. Ну, нету. Я все думаю, а однажды, причем, я не беру на себя лишнее, я не буду там пальцы гнуть. Я единственное, посоветую им, несколько советов, вот так же не трогать раны, садить на холмы, вы видите, это холм, всего-то, не закапать глубоко косточки, вот, и у них появятся такие же сады, и где-то там пять-шесть авторов, первый, академик Иванов, Сенкор Петров, значит, профессор Сидоров, ну, даже по-нисходящей, да, доктор наук, этот самый, Кузнецов, потом идет это самое, еще, кто-нибудь там, уже кандидат наук, это тот, кто будет уже ближе к тоссадить или командовать, те-то не будут, и главное, чтобы их фамилию украшали, а и где-то шестой-седьмой Железов, я согласен, я согласен, почему, потому что на таких условиях вы все-таки можете взять вот эти черенки в работу, так, а потом кто-то из вас, я не доживу до этого, это же надо все вырастить, несколько поколений, но уже не 50 лет, как хвастается, я 50 лет, я 50 лет, нет, 10-15 лет и Нобелевского комитета, я-то не доживу, но там хоть вспомнить бы, что это самое, один из членов нашей команды стоял у истока в Железов, вот все, что мне надо, ну вот, еще раз посмотрели, с этой стороны живое, там страшная рана, которая давно залечена, и в принципе дублер этого самого дерева, но это все-таки, это как бы его назвать-то, Жигуль первой модели, то есть это как бы, если сравнить с автопромом, прекрасная, помните, Жигули первой модели, до сих пор люди вздыхают, даже кто имеет Мерседес, имел случай убедиться, да, а вот это действительно Мерседес, а какой Мерседес, это Лексус, это Ламбордини, если брать автопромовские эти критерии, вот, вот они, и опять ждут, вот здесь вот, да, я показывал фотографии, плоды от 100 и более грамм, это бывший академик, если он увеличился в 2-3 раза, вот, а кому достанутся, ведь сегодня 20, так, вебинар был 21, до 40, 24 сегодня, марта, у нас еще легкий мороз, так, вот, еще не весна, и не поздно их сейчас срезать, а почему я их не срезал, а потом выбросить, так-то они дадут, у них почки цветочные, вот только на этих ветках и сотни, они до самых верхушек, вот, видите, потом, значит, покажу, ну, так, по порядку, и вот, что получается, этого дерева, казалось, уже не жить, посмотрите, я только сегодня, вот, ветки отрезал, видите, но не полностью, я оставил ветки, которые будут кормить корни, вот, и, еще почему оставил, потому что они, несмотря на то, что низко, вот это и есть зона химер, запомните, есть подвой, так, есть привой, есть хирургический шов, и там, где этот хирургический шов существует, вдруг оттуда вылазят ветки, вот они, вот, примерно, следов не осталось, но я-то знаю, где я приваю, так, что мне пальцы мешают, даже, упираются в землю, когда я приваю, вы это все знаете, смотрим дальше, смотрим, смотрим, вот это район химер, значит, вот здесь, и вот здесь, вот они ветки, вот они, вот они, я буду ждать, ах ты, елки-палки, пока я отрезал, она отвалилась, ну, понятно, почему, потому что, ой, как доказательство, что это химера, ой, ой, елки-палки, все, все мне Бог помогает, смотрим, значит, в этом месте оказалось совершенно, росла-росла, вот я все лишь отрезал сегодня, даже еще не замазал, росла-росла, и отвалилась, это, значит, что у нее невероятно низкая биологическая совместимость, вот с этим штампом, единственное остается гадать, что-таки с подвоем низкая, или с привоем, но, к сожалению, вот тут я не дружусь плодов, но сам факт, это же здорово, я говорю, для меня Бог помогает, видите, вот она химера, слово химера, надо будет как-то найти, точное название, я его помню со школы, помните, там, лев человеческой головой, вот, кентавр, лошадь, чека-лошадь, помните, это и есть химера, это как бы образ, но они долго не живут, именно в растительном мире, а вот, вот одна уже, пожалуйста, вместо нее уже рано, а вторая, я не буду ее трогать, а нет, кстати, обратите внимание, нет, мне кажется, держится крепко, вот тут я, наверное, дождусь необычных плодов, это мой любимое занятие, а теперь берем основной ствол, когда-то это было мощное, 30-летнее дерево, такое я уже, вот видите, пень, такой же пень, вот он, он даже дал еще побеги, я говорю, их убить невозможно, вот это подвой манжурские абрикосы, но они сейчас ценности не представляют, ладно, а может, да из этого забора, из этого дома, тут есть вся тень, вот, вот у них и проблема была, как можно быстрее вылезти из тени, и так, резал 30, из 30 лет, я резал 25, вот, это у меня амур, прекрасный урожай, сумасшедший, вот, амур, один из ценнейших сортов, я его ценные, эти ценнейшие сорта, резал так, что страшно сказать, вот, кончилось тем, что ветки начали погибать, отсыхать, но, вот эти верхние, а нижние, вот эта ветка, допустим, 30 лет, или там 28, а нижние, шли ниже, ниже, видите, дольше держались, вот, и что интересно, вот сюда надо, это ценнейшее наблюдение, поверьте мне, никто, никогда, у нас в России, и не только в России, никогда вам столько не расскажет, вот, вот эта ветка оказалась ниже, и она уцелела, две ветки, вот они, смотрите, что получилось, внимание, здесь прививка, близко, близко к штамму, это моя роль, и, как ни странно, обе ветки, обе почки черенка пошли, вот один, вот чувствует тут себя, неважно, знаете, почему, видите, там страшная рана, где прививка, вот, теперь смотрим, как себя чувствует вот эта ветка, она привита, вот это вот, показываю пальцем, вот это, вот она, она привита, вот эта ветка, вот, там почти у самого штамма, и, здесь на море, напоминайте, у кого хорошие эти самые, растет чудо из чудес, под названием, академик, вот они, плоды академика, и опять, я ждал ученых, я их буду ждать еще, ну, сколько, до конца не режу, не, пусть остаются даже, начали срежу, это выбросить, ну, с них хоть какой-то урожай получу, вы посмотрите, ветка полноценная, или не полноценная, имея приросты вот такие, могучие, а, посмотрели, убедились, так, вторая, правда, похуже выглядит, но, честно говоря, я тоже все изувечил, я с нее тоже брал, черенки, 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 вот, а теперь смотрите, как она образовалась, внимание, это, внимательно смотрите, потому что, еще раз говорю, проклятые волчки, а это, видите, глаза на месте у всех, это волчок, бывший, основное дерево, когда я начал калечить, вот оно, вот, вот, еще раз покажу, вот они, страшные эти самые, пни, вот, когда я его начал калечить, она выбросила ветку с самого низа, это волчок, который должен был уничтожить, у нас все наоборот, запомните, всегда, когда лезет волчок, это значит, что выше у дерева непорядок. Их, друзья,